Привет, мои хорошие! Мы сегодня с вами приехали в Величко. Величко – это небольшой городок, 25 тысяч жителей возле Кракова. Величко – это такая агломерация Кракова, в каком-то смысле спальный район, но по факту это отдельный город, в нем живет 25 тысяч человек, и здесь есть все, что нужно для жизни. Идемте смотреть, поставьте мне лайк, напишите комментарий, все как обычно, подпишитесь, вы все знаете, идемте гулять! Вы наверняка слышали про Величку как про туристическую достопримечательность, потому что здесь есть большая соляная шахта, очень старая, красивая и классная. В нее приезжают сотни тысяч туристов каждый год, но при этом Величко – это место жизни для многих людей, которые хотят жить в Кракове, но не хотят покупать квартиру по краковским ценам, потому что это очень и очень дорого, а здесь намного дешевле. Сейчас с вами посмотрим на то, как здесь живут люди, что здесь есть, сколько стоит жилье и как оно вообще выглядит. Один из вариантов, как жить в Величке – это такие вот дома-близнецы. Например, тут один дом, но он разделен как бы на два, например. Тут продается дом, я не знаю, какой конкретно из этих, но какой-то вот из этих, 133 квадратных метра, два этажа, гараж. Там был какой-то офис, не знаю, кому пришло в голову оборудовать офис в частном секторе, но мне кажется, идея гениальная, потому что я бы хотела в таком месте работать. Ну, в общем, такой дом, 133 квадратных метра, продается за миллион сто злотых. Пять спален, две ванные комнаты – это очень и очень хорошая цена. И, в принципе, в среднем, как и квартиры в Величке, цена за квадратный метр получается 8 тысяч злотых. В Величке, в принципе, сейчас встречаются еще вот такие вот террены, не застроенные. Но часто, когда заходишь на карты, на Google карты, на Google Street View, и, например, там смотришь 2013 год, то в 2013 году это были такие пустые террены, а сейчас там уже стоят какие-то новые дома. Поэтому я предполагаю, что вот это место тоже будет застроено через какое-то количество лет. Но еще я бы хотела показать, что Величка, несмотря на то, что это маленький город, здесь есть свой общественный транспорт. То есть сюда ездят из Кракова автобусы, как я приехала, но также и автобусы, которые внутри ездят. И смотрите, у них остановка с солнечными, блин, батареями, представляете? Ну и, кстати, нормально выглядит, все как обычно. И настолько у них популярна вообще вся эта недвижимость. Настолько, видимо, люди здесь много покупают квартиры, домов, что тут даже вот просто на доске объявлений, где обычно всякие вот магазины там работников ищут, у них вот объявления с квартирами, даже вот смотрите, с планами и фотографиями. Какое-то вот по шередниству в продаже квартир и домов. Есть еще, например, вот такой вот новострой, тоже видите, как бы такой шеренговец. К сожалению, они сделали такой забор, через который очень и очень неудобно снимать. Ну, в общем, вот так это выглядит. И там как бы тоже дешево, тоже 8 тысяч за квадратный метр. Понимаете, какие цены в Величке? Ладно, не 8 тысяч за квадратный метр, а 9, но факт в том, что за 500 тысяч злотых можно купить нормальную такую двухкомнатную квартиру 50 квадратных метров. То есть в Кракове таких цен, ну, в принципе, не существует. Такого нету. Вот с чем Величке проблемы, так это с парковкой. Ну, вот парковка уровень бог, есть тротуар? Конечно, мы понимаем, есть дорога, но по ней быстро ездят машины. А, тут, ха-ха, он не один тут такой, тут все так стоят. В общем, тут у всех есть машины. Вообще, в Кракове, не знаю, наверное, 700 машин на тысячу жителей. Это очень много. По европейским меркам это очень много. Польша очень автомобилизирована, даже слишком. Ну, конечно, эти машины надо где-то ставить. И Величка, наверное, за счет того, что это, ну, знаете, не центр Кракова. Здесь в каждой семье по одной-две машины. Хотя есть общественный транспорт, но все равно машина, это, наверное, для кого-то удобнее. Ну, в общем, очень много всего припарковано вокруг. Это прям очень сильно видно. И вообще, в Величке очень много строится вот таких вот новых домов. Вот, то есть, ты идешь по улице, вот, опять же, это же прям новенькое. Вот, кстати, с другой стороны тоже новые дома. То есть, ну, очень здесь большой спрос на жилье. Потому что, ну, я сама вот хожу и думаю, что если бы я покупала квартиру в Кракове очень дорого, и там надо жертвовать квадратными метрами или в каком-то дешевом жилом комплексе покупать жилье. И я думаю, а зачем мне Краков, если есть Величка, от которой до центра города доехать на автобусе, это 25-30 минут, в зависимости там от пробок. То есть, я могу купить жилье здесь на 30-40% дешевле и жить в Величке, а не в Кракове. Но есть тут большой минус, опять расскажу про СМОК. Просто потому что вот я сейчас иду, у меня начинают морщиться щеки, потому что здесь реально дома топятся этим углем дешевым. А здесь нет запрета это делать, судя по всему. Но судя по тому, что я чувствую этот запах и морщатся у меня щеки, это большая проблема. И, кстати, сейчас, ну, мягко говоря, не холодно. Вы, наверное, видите по моей одежде. То есть, еще у нас что, лыстопад. Лыстопад – это ноябрь. Морозов еще нет, а уже такой как бы сильный запах. Что будет в мороз, я даже не представляю. Также в Величке есть. Ну, во-первых, парк. Но я сначала хочу рассказать, что там вдалеке огромный комплекс спортивный. То есть, там и бассейн, и спортивный зал, и все только, что можно для соревнований и прочего. Вот это вот он, насколько я понимаю. Но тут еще есть парк. Причем не один парк. То есть, если вы живете в Величке, это не значит, что вам, чтобы прогуляться, опять же, в парке, нужно ехать в Краков. Нет. Все можно делать здесь. По-моему, мое видео, кстати, выглядит, как какой-то рекламный ролик. Но на самом деле нет. Просто это правда хорошее место, в котором бы я тоже, может быть, хотела жить. Тут очень много уток, и есть бесплатный автомат с кормом, но он не работает, да? Не протюе. Мы обрадовались, потому что написано «бесплатный корм для уток», и думали, что сейчас мы покормим уточек, хотя мы бы, конечно, и заплатили. Но ничего не работает. Напоминаю вам, чтобы вы не забыли поставить лайк, подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Ну и комментарий. Можете тоже написать о том, что я вам тут рассказываю, интересно вам или нет, и какие мысли есть. Я все, все, абсолютно все комментарии читаю. А, и переходите на мой польский канал, я теперь делаю видео по-польски также для моих любимых поляков, так что переходите, подписывайтесь, тоже смотрите. А утки ждут. Как им теперь объяснять? Они же все смотрят на нас, они все за нами приплыли. Как им теперь объяснять, что кормить мы их не будем? Простите утки. Вообще Величко достаточно богатый город, это видно, и понимаете, он настолько богатый, что умудрился даже высадить пальмы. Я не знаю, никогда такого не видела. Это, чтобы вы понимали, парковка. Это парковка этой копальни соли, шахты, соляной шахты Велички, и они просто здесь зачем-то посадили три пальмы. Не знаю, как это получилось, не знаю, как они зимой, зиму переживают, но они здесь есть. Вообще Величко очень интересное место, потому что, я же говорю, одновременно это и туристический город, очень популярный. Сюда реально, наверное, сотни тысяч туристов приезжают в эту копальню соли. И иностранцев у всех в каждом туре по Кракову будет предложение поехать в эту шахту в Величке. Но при этом тут еще и так классно и комфортно жить. И, наверное, из-за этого всего, из-за развитого туризма в Величке очень много денег. Это видно. Это видно по городу, это видно по тому, как здесь организована инфраструктура, как здесь все отремонтировано. Сколько здесь дорожек, тротуаров, бордюрчиков, везде какие-то красивые растения. Все государственные здания в отличном состоянии и куча каких-то современных, новых, классных проектов. А вот так выглядит центр Велички. То есть здесь в центре прям все очень хорошо, очень красиво, очень уютно. Это даже не площадь рынок, то есть это немного чуть-чуть дальше от нее. И здесь есть аптеки, магазинчики, ресторанчики. Мы вот были, например, в том ресторане, ну, как ресторане, кофейне скорее. И она, знаете, такого украинского типа. Там очень красивые тарелки, там очень красивый дизайн. Я, кстати, не удивлюсь, если ее открыли украинцы, ну, потому что похоже скорее на что-то наше. Тут вот и рыночек какой-то есть, и такие узенькие аккуратненькие дорожки. А вот это мне интересно. А, это шип какой-то. Но вполне может быть, что его переделали под, не знаю, гастромаркет какой-нибудь. Но вряд ли, вряд ли. Все-таки переделывать такие старые какие-то предприятия на гастро-большие такие площадки, как-то не очень принято в Кракове, в Величке тем более. Это скорее варшавская тема. Там уж такого полно. А в Кракове, не знаю почему, но такого мне даже в голову ничего сходу не приходит. Вообще в Величке как-то много фонтанов. Мне придется от него немного отойти, чтобы вы меня лучше слышали. Но, значит, тут также много всяких площадей, старых зданий. Вот, например, это палац есть здесь. Но есть еще одна очень прикольная вещь. Вот такое вот здание. Это отремонтированная, очень современная, классная библиотека. Библиотеки важны, потому что это ущеротки не только там, где можно одолжить книги, но там, где могут организовываться какие-то выставки, какие-то ворштаты, какие-то всякие такие разные вещи. Поэтому в Польше не только в Величке я вижу, как вот библиотеки именно сейчас развиваются, в них вкладываются деньги. И просто посмотрите, как она выглядит внутри. Ну, то есть это то место, в которое хочется прийти. Это то место, в котором хочется почитать. Ведь важно же, наверное, чтобы дети читали. И классические книги, понятное дело, сейчас заменяются многими другими источниками информации. Я хоть, например, тоже много читаю, но не все читаю в книгах. Но чтобы были библиотеки, это тоже очень важно. Кстати, в Мариуполе у нас точно такое же было переосмысление городской библиотеки, что не понимали некоторые жители, но это было классно, потому что ее тоже переделали, убрали оттуда большинство книг и сделали ее центром с компьютерами, с залами, где организовывались тоже всякие разные мероприятия для детей. Но сейчас, конечно, к сожалению, все сожжено. А теперь давайте обсудим инфраструктурно. Есть ли вообще в Величке, чем заняться? Ну, то есть понятно, что здесь хороший доезд до Кракова. Окей. Понятно, что здесь много жилья. Хорошо, это находится рядом. Но есть ли тут чем заняться? Придется ли возить ребенка в школу, в Краков? Можно ли тут, я не знаю, сходить в кафе, сделать закупки и прочие такие вещи, которые нужны в повседневной жизни? Или придется точно так же, как и на работу со спальника, ехать в центр Кракова и каждый день даже выходные проводить, например, в пробках? Мне даже не надо говорить о том, что в Величке, например, у вас не будет проблемы со школой или с садиком. Их не будет настолько, что здесь есть, например, такая вот приватная, насколько я понимаю, школа Монте-Сори. У меня нет детей, но я знаю, что Монте-Сори – это такая система, которая основана на том, что вы ребенка не заставляете какие-то обычные странные вещи делать, типа считать или писать. Но этому тоже они, наверное, учат. Но также у ребенка развиваются какие-то его там, не знаю, естественные интересы, что-нибудь потрогать, помастерить, пощупать, порисовать и так далее. И вроде бы, вроде бы это очень прикольная система. Ну и вот в Величке даже есть такая частная школа. Я уже молчу о обычных школах, подставушках, лицеях и прочем. При этом в Величке есть еще и много магазинов. То есть всякие деликатесы, центрум, лидлы, бедронки – все это есть. Но не магазинами, едиными. Конечно, здесь полно этих супермаркетов. Но здесь как-то очень сильно развито. И такая вот торговля во всяких, смотрите, палаточках. То есть колготки просто, леггинсы, да, продают вот так вот на рынке, на улице. И такого здесь достаточно много. Ну, все-таки, все-таки не Краков. Хотя и в Кракове есть рынки, места. Вот у меня возле дома есть рыночек небольшой, где продаются продукты, какие-то всякие домашние вещи разные. Ну и одежда. То есть там трусы прям висят, леггинсы и всякие такие штуки. Ну что, мои хорошие, такая вот она Величка. Если вы здесь живете или вы здесь были, напишите в комментариях, как вам. Какие здесь, например, есть недостатки. Потому что мне, как человеку, который вот так вот просто приехал, сложно их понять. Наверное, какие-то недостатки жизни здесь ты ощущаешь только спустя какое-то время. Ну, год хотя бы минимум жизни. А в целом я реально рассматриваю Величку или Неполомицы, как в будущем место, в котором я бы, наверное, хотела бы, возможно, купить какую-то недвижимость. Я бы с радостью сделала это в Кракове. Но, опять же, цены краковские, к сожалению, вынуждают искать какие-то другие места. И Величка этому отличное решение. Или Неполомицы. Я знаю, что я не одна такая. Я знаю, что есть люди, которые так же делают, так же здесь арендуют жилье или покупают. С арендой тут, кстати, все не очень хорошо, потому что предложений буквально нет. Вот я на момент, когда снимаю это видео, два предложения было на сайте об аренде квартир. И они не сильно отличаются по цене от краковских. Поэтому тут такое. Видимо, здесь все покупают квартиры и реально в них живут. Никто не арендует. Ну, в общем, как-то так. Спасибо, что вы меня смотрите. Лайки, подписки, все как обычно. И пока, до следующего видео.